Фруктозамин. Существует гликированный гемоглобин. Это анализ, который показывает, как держался сахар у человека за последние три месяца. А также существует анализ, который показывает, как держался сахар в среднем у человека за последние три недели. И называется этот анализ анализ на фруктозамин. Если гликированный гемоглобин отражает связывание сахара с гемоглобином, то фруктозамин отражает связывание сахара с альбумином, с белками крови. Альбумин живет меньше, чем гемоглобин, и поэтому анализ на фруктозамин позволяет нам оценить средний сахар на более коротком промежутке времени, за 2-3 недели. Нормальные уровни фруктозамина 170-285 микромоль на литр, повышенные уровни 286-320 микромоль на литр, а при очень высоких сахарах крови он становится выше 370 микромоль на литр. К сожалению, пока не разработаны целевые уровни фруктозамина у той или иной категории людей с сахарным диабетом, как это разработано с гликированным гемоглобином. Фруктозамин может быть повышен при хронической болезни почек и при гипотириозе. Фруктозамин может быть понижен при большой потере белка организмом, например, при нефротическом синдроме, при диабетической нефропатии. Также фруктозамин может быть снижен при слишком сильной работе щитовидной железы. Также он может быть понижен, если принимать большие дозы аскорбиновой кислоты. витамина С. В целом, если человек не измеряет сахар несколько раз в день или не имеет сенсора, то это хороший анализ для контроля сахара на коротких промежутках времени. А теперь сообщение лично для Иванова Ивана Ивановича. Напоминаю вам, что консультирую онлайн в Telegram. Если вам нужно снизить сахар крови, интерпретировать анализы, нормализовать гормоны, то обращайтесь. Цены очень доступные, а повторная консультация бесплатная. Ссылка на Telegram в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, берегите себя и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok